Ну и прежде чем мы с вами сейчас начнем, я хотел бы вас познакомить с интересным и познавательным каналом, который называется Декомпозиция, где ведущий, как вы любите разные мои анализы вокалистов и разных вокалов каких-то приемов, разбирает тексты и лирику песен, которые вы слушаете. Все ссылочки на канал вы найдете в описании, обязательно подписывайтесь, ставьте там ему лайки, потому что канал совсем новый, ему надо расти, и я буду очень рад, если вы поможете ему немножко вот так вот прям вот бустануться. И вот, зацените небольшой фрагментик из одного видоса. Этот прием называется порцеляция, и вы точно с ним сталкивались, если были хотя бы более-менее осознанным в 2000-х, потому что девочки в своих статусах ВКонтакте использовали этот прием максимально широко. Очень симпатично, от моей жизни брал ты пульт. Быстренько о том, как создаются такие метафоры, просто без заумных слов. Когда жизнь на краю исчезновения, и единственный способ выживания — это бой насмерть. Только один человек может объединить все силы галактики и дать отпор непобедимому врагу. Всем привет, с вами Лео, и вы на канале Hellscream Academy. Я надеюсь, вы уже успели заценить трейлер, который я вам показал прямо после заставки. И сегодня мы как раз с вами будем говорить на эту тему. То есть у нас сегодня с вами видос, который называется «Учимся красиво говорить 2». Сегодня мы будем обсуждать непосредственно позиционирование и звукоизвлечение, каким образом достичь таких результатов. И если вам интересна непосредственно техническая часть обработки, именно голоса, как там компрессоры и всякие эквалайзеры, переходите по ссылочке в описании на мой влоговый канал. Кстати, не забудьте на него тоже подписаться. Где вчера вышел видос на эту тему. Я просто взял те же самые исходники и просто показываю там, как я все это дело записываю и обрабатываю. Просто так будет проще. Кому интересен именно технический аспект, я это буду чаще всего выкладывать на влоговом канале. То есть обработка вокала, гитары, еще что-то там. Это просто очень в тему бывает, потому что я постоянно в этом сижу, ковыряюсь. В прошлом видео, в котором мы с вами говорили непосредственно о том, как научиться красиво говорить, мы обсуждали и позиционирование звука, и резонирование, и дыхание, и кучу аспектов, которые, ну, напрямую связаны непосредственно с пением. Да, в принципе, все что угодно вы делаете с вашим голосом. При постановке дыхания и постановке голоса оно все равно в любом случае так или иначе связано с пением. Сегодня же мы с вами поговорим непосредственно о позиционировании голосных звуков, точнее, как их правильно говорить, а не петь. Ну и плюс обсудим несколько интересных упражнений, которые позволяют натренировать такой трейлерский, можно сказать, голос. Понятное дело, что чуваки, которые озвучивают трейлеры блокбастеров в Голливуде, обладают немножко другими голосами. И если вы вспомните, например, вот этот вот самый видос... То я, когда впервые это услышал, я офигел просто от голоса этого актера, потому что он, ну, он, во-первых, очень низкий, очень насыщенный. И я не ожидал, что, как бы, голос, который мы слышим в фильме, он реально изначально так и звучит. Это просто жесть реально была. Я думаю, что вы натыкались на ютубе на огромное количество разных таких видосов. И где-то был про бездомного какого-то мужика, тоже видос, который обладал тоже каким-то там прям лютейшим голосом. Его заметили благодаря каким-то новостям там, вытащили. И он теперь, насколько я знаю, тоже занимается озвучкой. Вот, зацените как раз тот самый фрагмент из каких-то там новостей, что ли. Когда вы слушаете ничего, но лучше всего дня, вы слушаете Magic 98.9. Я думаю, вы понимаете, что в данном случае здесь я говорю о природных данных. То есть, об отличии тембра голоса и его окраски. То есть, ну, вы все знаете, у вас по-любому в компании у кого-то есть человек. Напишите, кстати, об этом в комментариях, если есть такой, который, ну, просто офигеть, как низко говорит. То есть, прям... Когда он начинает говорить, у вас ощущение, что под вами стул вот так вот трястись начинает. Потому что он прям как будто сквозь землю к вам обращается. То есть, не по воздуху, да, говорит, а прям так вибрации вас поднимает. Вот. И есть еще один человек, который занимается озвучкой голливудских трейлеров. Он прям реально очень лютый дядька. Вот, зацените его голос. Ну и как вы понимаете, просто, ну, мне со своим писклявым теноровым голосом за этими ребятами прыгать и тягаться, пытаться до них как-то допрыгнуть вниз по диапазону, ну, это дичь. Поэтому такого плана вещи мы с вами обсуждать не будем. Здесь это непосредственно уже природные данные. Но мы можем это дело имитировать, немножко туда подобраться. И если вы там хотите озвучить какой-то ролик для друзей, или вы занимаетесь ютубом и хотите озвучить трейлер для своего же маленького короткого ютуб фильма, потому что это сейчас довольно популярная тема, и очень много народу снимает очень клевые ролики. И ты смотришь их и думаешь, блин, прям как будто, ну, как будто реальная съемочная группа снимала кино. И иногда хочется услышать какой-то прикольный закадровый голос, который был бы там в тему. Понятное дело, что можно где-то озвучить своим голосом. Я тоже такие видосы часто на влоговом канале выпускаю. Но именно если мы говорим с вами об озвучке прям как будто блокбастера, да, ну, вы тоже же можете поприкалываться сделать блокбастер к фильму Лего, который вы нафотографировали, играя в Лего, да, то есть, ну, почему бы и нет. То есть, это просто полезный и очень удобный скилл, который нам нужно развивать. Ну, я не знаю, потому что, ну, почему бы не развиваться, вот, в принципе. Да, кто-то скажет, да, зачем мне это нужно. Ну, да, я соглашусь вполне, зачем тебе это нужно, как бы, если тебе это не нужно. Хотя мне бы в любом случае, если бы я вот так вот как-то эту тему интересовался, я бы в любом случае в это дело залез и попробовал бы как-то потренироваться. Кстати, если интересно, обязательно подписывайтесь на мой влоговый канал, на котором видосы выходят каждый день в 7 утра, не считая субботы и воскресенья. Там много интересного контента. Я рассказываю о видеосъемке, показываю бэкстейджи с концертов и съемок, рассказываю о музыкальном бизнесе и работе на студии, лайфхаках и многих других вещах. И я просто обожаю делать киношные вставки. И вот вам небольшой фрагментик. Ссылочка в описании. В общем, давайте вспомним самую простую вещь, которая нам была нужна. Это позиция. То есть, мы берем, делаем, как вот в «Учимся петь 13» видос, как в прошлом видео «Учимся красиво говорить», мы делаем «А», «О», «У», «И», чтобы все звуки, которые мы воспроизводим, образовывались у нас глубоко сзади, чтобы не было вот этого «А», «О», «У», «И», потому что из-за этого наш голос теряет вот эту вот статность какую-то, знаете, пафосность такую, что ли. Я даже не знаю, как это правильно назвать, но, в общем, вы меня, думаю, поняли. Следующий здесь момент — это тренировки именно комбинации согласный-гласный звук, потому что именно из-за них чаще всего у нас и начинаются проблемы. Например, слог «Ма». Здесь мы можем с вами взять несколько разных комбинаций гласный-согласный звук и попробовать с ними потренироваться. Дальше вы сможете сгенерировать для себя любую такую комбинацию, чтобы помочь себе вытащить нужный и необходимый вам звук. Это касается даже тех, кто поет, потому что в пении это точно так же абсолютно работает. Просто мы не говорим, а тянем ноту, грубо говоря. Первое, что мы начнем, это слог «Ла». Что у нас происходит с языком, когда мы делаем звук «Ла»? Мы касаемся верхнего неба и пытаемся сделать «Ла-Ла-Ла-Ла». Вот попробуйте жестко его произнести, да, там прям «Ла-Ла-Ла-Ла-Ла». У нас получается так, что у нас все вот так вот как будто сжимается, и воздушный поток, который у вас в этот момент идет из горла, он останавливается, потому что язык полностью зашивает выход, то есть идет такой вот легкий скачок. Из-за этого при пении звук «Ла» очень противный и коребит очень много разных звуков, особенно звук «А». Соответственно, что нам нужно здесь первое сообразить? То, что нам не нужно со звуком «Ла» пытаться работать как со звуком «Ла». Нам нужно произносить его как звук «Нэ». То есть раньше вы делали вот так вот лодочку языком, делали, и вот так вот прям «ббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббб Получается, соответственно, ла, 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 ла. Но я вот этими частями языка задними не касаюсь верхней вот этой кромки. Она просто не останавливает воздух и, соответственно, не получается ла, ла, вот этой вот дичи, которая многих, я думаю, преследует. Если кто-то узнал вот эту вот проблему и она есть, напишите об этом в комментариях. Идем дальше. Соответственно, у нас идет звук А. Но так как у нас был неудобный согласный Л, скорее всего, Ла у нас получится как ла, ла, ла. Сюда вот все улетит. Вот прям, ла, вот так вот выскочит. Плюс ко всему фонетика языка такая. Просто, ну, так привычней, потому что мы так все время говорим. Но если мы попробуем себе представить такую комбинацию и возьмем звук Л, как обычно, вот мы твердый звук Л произносим, да, и сформируем его вместе с гласным звуком, который мы сейчас с вами будем доставать, то есть из разных мест их возьмем и вот так вот склеим, получится какой момент? В первом случае нам ничего делать не нужно, нам просто надо сосредоточиться на том, чтобы мы не делали вот это сильное закрывание звука. Во втором случае, именно в работе с гласным звуком, мы делаем что? Мы представляем себе слог, который формируется как Л, мягкий знак, и краткое Я, которое выходит, соответственно, на А фактически. Да, то есть мы делаем ЛЬЯ, ЛЬЯ, и в конце мы получаем звук вот этот вот открытый такой квадратный, да, ЛЬЯ, благодаря тому, что мы пытаемся сделать звук Я фактически. Но мы берем, вспоминаем, что нас ждет наш немягкий звук Л, то есть во втором случае мы с вами делаем ЛЕ, 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 именно ЛЬЯ, да, чтобы он такой раскрылся. Мы берем вот этот вот самый первый звук Л, и присоединяем его вот к этой второй части как раз, где у нас получается звук А в самом конце, а не А, то есть получается ЛЬЯ, ЛЬЯ, соответственно, дальше ЛА, ЛА. То есть видите, у меня звук А даже не пытается сделать ЛА, ЛА. Неудобно, он просто заваливается, потому что я себе в голове между звуком ЛЕ и звуком А, вот как будто они вот так вот склеены, и вот здесь вот это вот ЛЬЯ, да, формирование такое происходит. Просто себе это в голову забил, и получается как ЛА, ЛА, ЛО, ЛУ, ЛИ. То есть работает точно так же. Ну а если ты хочешь получать еще больше обучающего контента, обязательно подписывайся на мою страничку на сайте Patreon, куда я выкладываю огромное количество обучающих роликов и ответов на ваши вокальные вопросы. Ссылочка в описании. Дальше мы можем взять, например, комбинацию звуков МУ. Да, что у нас происходит, когда мы поем МО, МО, просто вот клюв такой, да, со звуком. Ну, естественно, мы не хотим, чтобы это так звучало гудяще и непонятно. Ну и мы делаем здесь абсолютно то же самое. Мы формируем звук МЮ, то есть фактически, знаете, как у нас был твердый гласный и твердый согласный, мы берем через мягкие согласные типы их формируем. Я не помню, как, честно, это называется. И просто потом приклеиваем вначале твердый согласный звук. И получается МЮ, МЮ. Звук как будто вот так вот стержнем упирается туда вот назад. МЮ, 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 МЮ. Если мы возьмем, сделаем не МЮ, да, а именно МЮ, МЮ. Вот и как бы весь результат. Попробуйте так поделать. Следующая комбинация можно взять как, например, звук ПИ. Да, то есть у нас опять же ПИ, ПИ вот сюда вот. Наша задача получить звук ПИ, да, чтобы он был глубокий. Соответственно, мы делаем ПИ, ПИ, ПИ. То есть П, мягкий знак Е, Ё, О, И. Да, то есть ПИ, 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 ПИР. Да, то есть находим, чтобы он туда-назад воткнулся опять. ПИ, ПИ, то есть не ПИ, не какой-то там вот это вот ПИ, вот этот Э-э, противный звук, а именно ПИ, ПИ, потому что мы Я-Ю туда вот его поставили. Опять таким же стержнем он туда, вот так вот назад оттыкается. На самом деле я бы представлял звук И, как, знаете, такой кирпич, который мы кусаем, вот так вот, прям поперек, и у нас у нас прямо вот досюда такой И торчит. Ну и, соответственно, например, со звуком О можно взять слог ВО. Соответственно, мы берем В, мягкий знак, и краткое Ё-О. Да, то есть ВЬО, ВЬО. Ну и, соответственно, мы получаем с вами вот этот вот одинаковый гласный звук Что А, что О, что И, что Э, что Я, что угодно Они все звучат абсолютно одинаково И если вы обратите внимание, вот я сейчас произносил разные слоги Сейчас еще раз это повторю Обратите внимание, что в каждом гласном звуке сидит такая вот серединка Как будто ядро, которое звучит абсолютно одинаково То есть форма звука вокруг нее разная А вот в центре есть вот это ядро, которое не меняется Слушаем То есть неважно, какой звук вы воспроизводите У вас он все время летит прямо и такого же тембра, как предыдущий слог За счет этого мы получаем такое плотное и одинаковое звучание Именно это позволяет разработать речь, чтобы она у вас прям плотной-плотной стеной валила постоянно И вы спокойно говорили, не уставали Но здесь опять же возвращаемся к моменту с дыханием Когда мы должны говорим, говорим, говорим Сбросили опору, вдохнули и опять продолжаем А не говорим, говорим Вот так, например, кстати, Томас Халопанин из группы Найтвиж говорит в интервьюшках Особенно в старых Вот если посмотрите, это очень смешно Вот зацените фрагментик То есть, ну вы понимаете, что это вроде как расслабленная речь Но она просто очень неразборчивая Даже фиг с ним, что он там на финском говорит То есть вы просто даже звуки считать толком головой не можете из-за этого Ну и применяя эти самые навыки Вы сможете более открыто, ровно, ярко и уверенно говорить Ну, главное только не бояться Потому что первое, что здесь надо Как я вам говорил в предыдущем видосе на эту тему Надо сыграть роль диктора Чтобы вы говорили, как будто вы озвучиваете какое-то кино Да, то есть, чтобы это вот прям вот сыгралась какая-то роль Потому что вы когда прям вот специально поприкалываетесь, да Чтобы получить такой прикольный какой-то звук Прям как будто вы прям озвучиваете рекламу из гребаного KFC Вы просто поприкалываетесь и вы поймете, что это вот прям слишком сильно Это перебор Вот здесь вот где-то была ваша разговорная речь стандартная Которая Не бейте, лучше обоспите Да И вы поймете, что можно остановиться где-то посередине Чтобы ваш голос просто стал более открытый и более уверенный Я думаю, это логично, слышно и я примеры сейчас показал Соответственно, если продолжать будем говорить на тему озвучки голливудского блокбастера Или какого-нибудь мультика Или там какого-то видосика на ютубе, который вы хотите озвучить Или просто хотите как-то вот таким вот образом поприкалываться над друзьями Ну, просто интересным этим моментом позаниматься Сейчас мы с вами рассмотрим как раз упражнения, которые напрямую с этим связаны Фишка в том, что для озвучки таким голосом, как я вам показывал в самом начале этого ролика Нужно, естественно, хорошо плотно работать опорой И иметь очень плотный, мощный смык здесь То есть много контроля, потому что, ну, ваш голос просто это не вывезет Будете очень сильно уставать, будете сажать голос и, ну, как бы ничего прикольного здесь не будет Поэтому это надо тренироваться и выкачивать стамину в своем голосе Чтобы он не рассыпался и не дох Первое, с чего здесь нужно будет начать Это опять вспомнить вот этот вот спокойный такой легкий разговорный голос Которым мы можем говорить, как будто мы реально озвучиваем кино Да, то есть я вот как будто, видите, да, то есть все это вот так вот немножко снизил И начал говорить куда более плотно Да, то есть это не тот самый голливудский голос То есть я говорю именно о том, что просто вот именно надо вот к этому такому подобраться Немножко сделать это не ааа, такие прям ааааа, это же там, ну, вы слышите, что это не так звучит Но каким образом получить вот этот вот странный такой призвук в голосе и в горле Который вот как будто рядом с этим ядром, про которого мы только что с вами говорили Он как будто сквозь него вот так вот вокруг немножко скользит Здесь можно взять простое очень упражнение на речь Да, просто на обычную речь Которая звучит как комбинация из разных слов типа Динг, донг, кинг, конг То есть канг, вот этот звук нг, нг Ан, ан То есть мы берем, смотрите, да, там Ан, ан, ан И пытаемся, не н, не ан Да, а именно ан Как будто у нас а продолжает идти под звуком н Ан, ан, кинг, конг Динг, донг, ды, да, ду Это очень, кстати, популярное упражнение Его многие, может быть, слышали где-то, видели Но реально его очень часто показывают разные речевые вот эти вот учителя И в принципе оно очень распространенное Поэтому я не думаю, что я что-то супер особенное сейчас вам рассказал Но просто вот так вот тему немножко с вами сформировали Поэтому вы просто берете бинг-бонг, динг-донг И начинаете его прям собирать, чтобы он был здесь Прям как будто вы озвучиваете, я не знаю, там, какую-то Mortal Kombat Да, то есть Choose Your Destiny Да, вот эти вот приколы всякие Вот эти вот голоса как раз оттуда и берутся Но вот этот вот н, г, н, 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 н Нужно следить за тем, чтобы вы не начинали делать н, н, н Вот эти вот всякие звуки Нам нужен именно голосовой звук Н, 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 это н Н, н, н То есть мы закрываем рот, пытаемся сделать н Н, 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 н И тогда сидит такой А Та же самая позиция А, но закрытая И, соответственно, мы все туда направляем, все туда компрессируем Делаем прям Кинг-конг, ни-на Да, то есть вот этот вот Что там, я не знаю, из каких-нибудь там фраз Единственный в мире человек Который, да, то есть вот эти вот все звуки Таким образом формируются Естественно, это не обязательно прям вдавливать до упора Потому что ничего хорошего опять же не будет Вам просто достаточно научиться этим пользоваться Чтобы вы могли добавить этого звука Когда разговариваете И просто где-то поприкалываться И озвучить какую-нибудь роль То есть вы видите, я немножко прибираю Как будто яркость голоса Вот так вот это все дело сжимаю Благодаря вот этим вот звукам Которые формируются после тренировок Со звуком н, и, г Просто такой а, и, о, у, и, а Вот он яркий такой, да То есть, и, соответственно, я могу это сделать тише Чтобы получилась такая мощная Вот такая вот непонятной формы Штука, которая заставляет вас звучать Ну, я не знаю, это уже вам решать Если вам интересно, как я непосредственно обрабатывал Озвучку ролика, который показал вам в самом начале Коротенький, который там всего три строчки текста Обязательно переходите по ссылочке в описании На моем влоговом канале уже вышло видео на эту тему Я об этом уже говорил в начале видоса Но просто еще раз напоминаю И если это видео было для вас полезным Подписывайтесь на канал, ставьте лайки Долбаните в колокольчик Все дела И давайте увидимся на следующей неделе Покедова Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!